Владивосток должен стать городом будущего, а Приморский край станет регионом кибербудущего. То есть это города с сенсорами на мусорных баках, широкополосным интернетом и камерами во всех общественных местах. Действительно цифровые технологии, такие как дистанционное образование, дистанционная работа, в связи с тем, что очень многие люди были на удаленке, получили большое развитие. Вошедшие уже в привычные обиходные вещи, как приобретение товаров и услуг через интернет, с последующей доставкой тоже нашло свое, скажем так, объемы таких товаров, покупаемых, стало больше. Уже сейчас во Владивостоке установлены камеры, которые отслеживают нарушителей масочного режима. Кроме того, данная система помогает искать машины по госномеру, а также может следить за наполняемостью мусорных баков. К слову, с каждым годом в России становится все больше киберпреступников. Все чаще предпринимаются попытки взломать счета и ресурсы государственных учреждений. Данному вопросу также было уделено внимание. В следующем году мы планируем начать создавать центр кибербезопасности, который подобным атакам будет противостоять. На первом этапе это обучение наших людей, на втором этапе это уже собственно создание самого центра. Самая главная задача – это преодоление цифрового неравенства. Сегодня в Приморском крае 33 населенных пункта не имеют никакой связи, кроме таксофонной. Планируется как можно скорее закрыть эти вопросы. Также для устранения этого неравенства на территории Приморья реализуется программа по обеспечению социально значимых учреждений доступом к сети. Также в правительстве рассчитывают, что в следующем году сотовая связь появится в 9 населенных пунктах края. 5 из них находятся в Ольгинском районе. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.